Девятое сентября, пятнадцатый год Поехали Вот как раз у меня хороший мой знакомый был, который умер от онкологии Я ему и то советовал, я ему и все советовал И кругом огромное количество информации Информации, но он целиком отдался, отдался в руки медиков Уже разок его лечили, через пять лет все это повторилось И он опять пошел по той же дорожке, опять в руки медиков Ну и грубо говоря его не стало То есть когда вы столкнулись с подобным Вы должны сами искать средства Да, медицина это хорошо, она вроде там что-то там такое знает Применяет, но если вы видите, что это уже было Разок вас лечили от онкологии И толком никакого все это повторилось там через пять лет Значит что-то надо менять Ничего не было изменено, ничего не было сделано И его не стало В сентябре Луна рекомендует вопросы и ответы Прежде чем отвечать на вопросы, я решил к ним сделать такое выступление О лечении и о самоздоровлении Вот как раз работая с информацией Я не целитель, мне знаете, мне интересно вот Как-то что-то узнать новое, изложить И я думаю, что вот это вы можете там применять Потому что вот когда человек осознает, как это можно сделать Как это можно применить, он уже оздоравливается Но, к сожалению, не все это, далеко не все это понимают Они хотят, чтобы ты этот взял Взял ответственность за их здоровье На себя, значит, и начал, значит, ими заниматься Что им вот надо вот столько там съесть Туда там сходить, здесь там делать там Такую-то процедуру и так далее Но включите свой собственный ум Но мне вот это лично, понимаете, неинтересно Неинтересно, хотя я иногда там отвечаю Там рассказываю на вот эти все там письма Вот, а то пишут Вот заболел, что делать? Ага, я там, допустим, посоветовал Говорит, мы все это сделали, а теперь что делать? А вот у нас возникли вот такие вот вопросы А это как мы идем на улучшение или ухудшение И что там нам делать? Ну, как-то это не мое, не лежит у меня Душа именно вот в таком общении К такому общению И я знаю массу людей, которые вот использовали Общечеловеческие знания, изложенные в моих книгах И добивались великолепных результатов Им только нужна информация и узнать, как это работает А дальше они применяют и идут, как бы сказать Как по накатанной дороге А это же, ну Надо вот Следить А это что? А это как? А гарантию даете? А гарантию не даете? Ну, все эти гарантии Спросите у врачей, что они вам дают Деньги не забирают, хорошо Вот, гарантий никаких И после неудачного лечения Особенно там онкологии Все денежки, которые человек вывалил за все это Они остаются Ну, не помогло Поэтому, поэтому Разбираться надо самому Жизнь, здоровье, судьба Это все ваше И это нельзя никому отдавать Этим надо самостоятельно заниматься Да, проконсультироваться Узнать, что скажут Что это Какие прогнозы Что выйдет А если Как у моего знакомого Ничего, значит Толком уже не вышло И опять вступать в эту же реку Значит, утонете Так, что там дальше? Дальше Где в Москве можно купить тадикаву? Не знаю Его можно заказать через сайт Генеша В интернет-магазине Чтоб не болел Все Так, вот такой вопрос Генеша Помогите, пожалуйста Дочери 19 лет Студентка Ленинградского Электротехнического университета 7 сентября Случился первый нервный срыв Нервный срыв Нервный срыв А вот тут-то нервный срыв Он возникает Нервный срыв Из-за того, что Создается жизненная ситуация Которую человек не может принять И переварить Так скажем И он ее отвергает В виде своеобразной Рвоты Которая есть Нервным срывом То есть вся энергетика Вот так вот То есть любая ситуация Вплоть до того, что Тебя там должны Грубо говоря Казнить Она должна восприниматься Спокойно Просто надо понимать Что твои действия Привели Закономерно К вот такому вот Итогу Бывают Неожиданные ситуации Да Это очень хорошо Они тебя заставляют Пересмотреть Твое отношение Ты уже будешь К ним подготовлен Это тоже Очень интересная вещь Чтобы у тебя не было Никаких там Нервных срывов И прочее Поэтому Нервные срывы Вот смотрите Произошел И что Была Госпитализирована Психическая диспансия Пролежала Два с половиной месяца Объективных причин Для стресса Состроен не было Ребенок Приехал С каникул К месту Чубы Но вот Значит Рекомендовали Применять Психотропные Препараты В течении Шести месяцев Так Семья благополучная Ребенок Так вот Смотрите Как может Ситуация Вернее Таблетка Обезопасит Какую-то Жизненную ситуацию Или сделает так Что вы ее Как-то примете Таблетки Психотропные Успокаивающие Это не выход А выход Это то Что вы Должны Научить Своего ребенка Научить Самого себя О чем я рассказывал В предыдущих Номерах Газеты Обучить Самого себя Своего ребенка Как Относиться К тем Или иным Жизненным Ситуациям Чтобы не Срывало Башню Вот она Чуть Чтоб не было Вот этих Вот Нервных Срывов Это очень Важно Знать И понимать И притворять И меняться Так что Я отвечу Это интересно Что такое Эгрегор Что это такое Вот Задали такой вопрос И я естественно На него отвечаю Что-то я знал Что-то я не знал И вот Что такое Медиация Что такое Медиация Оздоровительный опыт Приходит Письма Все-таки Нет-нет Она приходит С изложением Этого Оздоровительного Опыта И я Как раз Его Разбираю Вот совсем Недавно Пришло Письмо От 73-летней Бабуськи Из шахт Вот И Она Прислала Свои Рецепты Свои То что ей Помогло И я Разобрался И даже Сам Применил Значит Познавательно Практически Все это Там Такое Почитайте Расширяем Кругозор Опять Половые Половые Вещи То есть У меня там Целая книга Написана Поэтому Поэтому Можно Много Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...